до 3 назад ездишь вперед надо ехать назад ехать доброе утро дамы господа здорово практи начинаем наш крайне но весьма забавный забег в это в рейсе сегодня нас ждут безумец километры бездорожья воду не спрятал стратегический запас воды кстати нигде так и не набрал посмотрим время 10 утра что-то решил дать волю чувству и нас приехал надо немножко посыпать вон транс регион вахты в город рекурс требуется возить в категории т категории е полуприцеп трал трал на северах не желаете никто вахты Фишка в чем тут? Как не иметь 100 рублей, а не иметь 100 друзей. Написал мне подписчик. У нас будет поселок Ния. Прошу прощения, по дороге. Виталий зовут. Привет, дружище. Мы тут планировали сегодня встретиться, но что-то там у него не получается. Всех свои дела. Может, на обратном пути. Но он мне написал, что говорит, что там в этом мебель. Там только Билайн Арпайта. А, кстати, его пока не забыл. Вчера мы сюда вышли с расходом 31. Ровно сейчас у меня 31. Вот. То бишь, моя мегавонь там не работает. В этой Нии, не важно. Там мегавонь есть. Короче, я вот не знаю, что делать, может. Я вообще и раньше думал, не объезжать, а суть ход по кругу. Отсюда его по прямой под знак и все. Вот так вот надо сделать. Остановят, остановят, пускай пишут. Ездят тут кругами по этим городу. Помню, я зимой тут катался. Тут, да, сюда. Во, по прямой как ехал, так и поехал. Как в прошлый раз вот ездили в этот, на железку выгружаться. А там и до того моста через Лену рукой подать. Не буду я тут никакие круга вырисовывать. Вот что-то примерно у нас вот такое вот ждет. А, впереди. Восхитительное. Вот. И может быть, это увидеть салон какой-нибудь, может, торговый центр, магазин, какой-нибудь спросить. Пойтись им купить, на сколько купить, на всяких случаях. Вот здесь у меня такая мысль так сделать. Потому что... Ну, она, это не я, не я. Она недалеко от этого Нибели. Ну, блин, там мало ли что. Сидеть без связи, то есть, ну, в наше время это как-то совсем. Как-то совсем вот неправильно, потому что, ну, мало ли какие вопросы по выгрузке, по грузу, по документам. И как их решать. Спасибо. Я поморгал, ездить и бак. Спецназ написанного парцану. Вот. Объездной вот сюда, и как-то я знаю, потом объезжаешь там сверху, скажи, спускаться. Во. Все. Едем прямо на шкуту. Получается мне 14 километров отсюда. До этой, до моста, до этого. Автобанин, конечно, оставляет желать лучше. Это что сделать? Сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим. Заедем в город, надо где-то тормознуться, попробовать сходить, купить. И ладно, на всякий случай кину, но что делать. Вот. А так, сегодня воскресенье. Пятая, да? Правильно. Пятая сентября, да. 141 километр дорисует. Ну, вот тут еще усть куда-то. Ну, вот после усть куда-то, так, кетров 120 уже будет у нас кровеечка. Гребеночка. Посмотрим. Так, не страшно, черт, как его малюют. Здесь, да, здесь. Автобан, конечно, не ксует. Кстати, вот знака на въезде сейчас никакого не было грузовикам запрещено. Потому что они уже разрешили с этой стороны заезжать. Едем. С дорогами в Усть-Куте все на уровне, то есть без изменений. Как и было. В нем уважение к Северпицею. Ага. А да, легитимная Россия. Да, да, какая была. Что же легитимная Россия? А что, вы были? Логично, да, раз вы были при власти, а уважение растеряли. А что вы теперь возвращать? Вы собираетесь сами от себя? Ну так, просто рассудить. Нравится мне этот плакат. Вернем, говорит, уважение. А зачем мы его растеряли? Если вы же были у власти. Вот объездная, вон, видите, на горке. Бетонные эти стоят. Вот там идет объездная. Получается, вот отсюда еще 4 километра, и все, и поворот направо. Короче, ездим сейчас, смотрим, что-нибудь такое надо увидеть, тормознуться, пойти у местных. Простите, вот здесь вот я выгружался в прошлый раз. Ну, что дальше там, ворота. Центр у нас как бы дальше. Волберрис есть. Может быть, что-нибудь такое прочитаем. Надо пойти купить. На всякий случай, пускай будет уже не для этих, не для фильмов, а хотя бы, чтобы, ну, связь была. Какая-нибудь. Ну, команда приоркнут при ангаре. Ага. Такие интересные плакаты просто. Я как бы аполитичен совершенно, мне просто, ну, вот если так, раз, здесь логически. Везем, вернем, говорит, уважение. Ну, а как вы его растеряли? Вы же, получается, и растеряли. Так, Сбербанк, банкомат, деньги не нужны. Не увижу, так не увижу, но что делать? Поедем, значит, так. Не знаю, каким образом, но как-нибудь дозвонимся до кого-нибудь. Едем потихонечку. Глазеем. Движение грузовиков прямо. Вопросов нет. Ну, не было знака, раньше висел, не было. Может быть, они разрешили здесь ездить? Ну, если, например, на другой конец Уску-то надо, туда, конечно, идешь по объездной. Вот какой-то торговый магистраль, что-то вот здесь кругом. Золото. А если вот, как мне, алко-маркет. Вот здесь, кстати, я выгружался. Сюда, заезжал. Так, пивной, деньги. Вот как мне, так мне смысл отъезжать. Все равно с той стороны, когда я помню, уезжал, все равно под знак. Там как-то с горы надо было спускаться. Это вот было два года назад. Может быть, все поменялось. Так, я так понимаю, щебе вокзал Симферополя. Ой, простите. Лена даже называется. Да. Когда-то, когда, бам, строили, станция Лена называлась. Видите, гостиница Лена. Все тут вот здесь. Я так мыслю, что нам все-таки надо, наверное, швартануться. Может быть, где-то в сторонке. Вот МТС есть. Может быть, где-то здесь и Билань тусит. Так, только вот остановиться где. С той стороны он, пожалуйста, можно с этой стороны. Плен нету. Связной. Ладненько, давайте-ка я вот здесь. Это что здесь, теплоостановки? Знака остановки не было. Так что? Сюда вот в эту. В болотце в это заедем. Потому что мы потом с него выехали с того болота. Оп. И пойдем поищем. О, прям пошел связной в салон. Укрю, есть Билань, есть. Он какой? Без лимит. Первый нафига мне без лимит. Держу это. Штучка. Мне-то как бы разовая на 600 рублей за без лимит. За 300 купил 25 гигов. Ну, как связь, не знаю. Ну, как бы я и пользоваться не буду. Мне-то как бы мега-вонь моя устраивает. В принципе, везде. Куда ты упала? Вот. Что ж ты будешь делать? Не торопитесь, Алексей Николаевич. Успеете. Так как нам Виталий подсказал, говорит. Я думаю, сейчас я сразу и поставлю. Активируем. Поедем с Билайном. А что делать? Карточек уже здесь. Мерено-немерено. Даже номер телефона-то. Wi-Fi-то раздается вот у меня с этого. С мегафоновского роутера. Ну, сейчас проверь. Так, все, связь он поймал. Wi-Fi отключить. Mi-Line. Не волнуйтесь, спец появится что? Через пять минут или даже раньше. Уже аж плюс показывает. В общем, аж плюс, они 4G. Так, а мы пока оставим на всякий случай. О, 4G пошло, Билайн. Все, все заработало. Поедем с Билайном. Какая нам разница? Чука паспорт дал белорусский, говорит. А где, говорит, здесь у вас это? Выбит эти. Номер паспорта там, туда-сюда. Наверное, нечасто белорусские паспорта попадают. Все, поехали. Ты еще и буксуешь в болотце в этом. Все. Отлично. Теперь можно ехать покорять бездорожье. Здесь, кстати, ни разу не лезем. Вот здесь сейчас. Я как-то в усть-ку спускался, говорю, сверху. Заезжал с той стороны. Ну и до этого до моста ехал тоже оттуда. С этой стороны до моста не ездил. Так что мы тут. Смотрим. Наблюдаем. Тут даже знаки вот висят, движения грузовиков прямо. Вы видите. Вообще хорошо. Нужно еще бежать. Полицая, да. Весь город уложенный. Или укатанный. Вот, но мне как бы два километра рисует. И через два мы будем уже куда-то... А, ну куда-то. Сворачивать вправо, переезжать. Лену. Еще там. Как, насколько я помню. Немножко асфальта. Слово совсем немножко. И все. И начнется автобам. Прошу не путать с автобаном. Автобам. Это не автобан. Так тут. Сорока на хвосте принесла. Когда вот строили этот. Дальше отсюда вот цянули. Ну, вообще, банджи он откуда? Вот от Тайшета и туда. В сторону Костомольска намуришь. Вот, чтобы заманить сюда людей на стройку. На строительство. Платили что-то 600-800 рублей. Кто-то, может, даже там по специальности пищу получал. Короче, по тем временам мы были бешеные деньги. Понятно, как ты сюда загонишь. Когда здесь ничего. Никаких условий. Дикая местность. Зимой морозы, летом комары, москиты. В общем, все прелести жизни. Чем людей заманить. Кстати, за поселок Небель. Ну, вот, не знаю. Я за что купил, за то и продаю. Таджика привезли. Когда вот эта стройка была там тоже. И Таджик говорит, ну и как ты? Был тут? Мебель. И говорит, я здесь Небель. После этого поселок назвали Небель. Правда, неправда, не знаю. Нет, тут все прекрасно. Ничего никуда объезжать не надо. Просто даже вот когда зимой идешь по объездной. Учкутской. Там тоже такой подъем, спуск. А здесь еще вот аккуратненько через город Пахти. Себе и все. Видите, это тут. Тут, наверное, что-то какое-то предприятие. Что-то столько машин здесь стоит. На выгрузку, на загрузку. Говорит, Небель. Небель. Вот и назвали Небель. А так, да, это же все эти вот что-то поселки. Вот это все. Это же дальше, которые туда идут. Вот Звездные. Вот нам в ту сторону. Готовьтесь к правому повороту через 800 метров. Вот, а если объехать по объездной, то вот отсюда выползаешь. Если с горы спускается. Вот здесь вот выезжаешь налево и пошел. Вот. Все же поселки, все это, ну, люди потом вот сами же их организовали. Организовывали, строили. Кто-то оставался. Да, вот. Здесь, что самое интересное, вот эта вот гора, потом здесь подняться на нее зимой. Вылезти там на объездную. Это еще тот квест. Пацаны Делканские вообще. Заштурились из 5, наверное, посреди Иркутска. Ой, Иркутска, очень круто. Красавцы. Полицейские вообще-то тут такие знатные. Политникам не зацепить. Вот. Да, стройка была, конечно, архи-грандиозная. Просто представьте, да. Здесь не было ничего. Здесь просто была тайга. Сибирские реки. Вот. А в ту сторону, выездить грузовиком, движение запрещено. Машинка нарисована. Но нам туда не надо, нам сейчас направо. Какие условия люди приезжали? Тяжелые. На следующем повороте поверните направо. Восемь тонн на ось, ага. Проедите 140 километров. Небель, Киренск, Киренск. Когда вот мне как мне в деревню ехать. Кстати, небель, да, поселок, Киренский район. Только как бы юг Киренского района. А мне, я жил на севере Киренского района. Почти, можно сказать, к себе туда, на родину. Ту, на родину, извините. Все что-то считают, что я родился там. И родился, вырос, жил и вырос в Беларуси. Просто три года мы там прожили. Нет, это же не Лена. Или Лена. Что за река? Мне казалось, что это Куд. Еще. Нет. Получается, ну, совсем рядышком. Может, загрузку попросить с Киренска. До Киренска я, может, доеду. А там, что там, мне еще 40 километров вниз по течению реки. И все. И Алымовка, где мы жили. Ну, судя по тому, что вот дальше туда по прямой висит знак. Короче, я так понял, они с этой стороны разрешили въезд. Кому вот надо сюда, в бездорожье, куда мы едем. Чтобы не крутили, тут кругалей по городу не рисовали. Так, в общем-то, по прямой ехали-ехали. Такой же большой поток-то транспорта здесь идет. 31 расход, 134 километра или 126. Одна 126, другая 134, неважно. Поехали, посмотрим. Что нас тут ждет интересного? Дорожье точно знаю, что ждет. Подъемы, спуски, все такое прочее. Сейчас так и автомобили дороги у Искут магистральные. Обслуживают дорожную службу Иркутской области. Верял, Искутский. Вот так. Здесь еще асфальт. Вот заправочка это я помню. Но очень скоро он закончится. Очень скоро. Помним, помним, это заправка, помним. С Богом, покатили. Ну, походу, дорога заканчивается. Начинается направление впереди. Я так думаю, что асфальт наш. Судя по пылищу, да, что он все. Судя по стоящей впереди пылищи. Ну, великолепно просто. Какая прелесть. За день заедем. Куда нам спешить-то? Все. Да. Асфальт. Алис. Пошла гравейка. Пошел грейдер. Главное, чтобы дождь не пошел. Вот так-то, то есть, эта пыль потом еще в этот превратится. В болото так будет еще тут веселее. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 не просто у даже интересно сколько сколько у них машины здесь выхаживают и плюс дело в том что они же постоянно здесь ничьи не ездят по другим дорогам эти машины других дорог не ездит мы потихонечку тем более с 21 как-то нет никакого желания этого скальника на собирать эти колеса он и так конечно может залезть но когда быстро едешь еще больше шансов плюс колеса я не спускал тут как бы думаю не так далеко съездим уже и на накачанных так вообще когда вот такие места заезжаешь на откажешь спускать колеса там тачков 7 6 ну не с 21 конечно с 21 череду спустишь тогда меньше залазит не так влазит скальник ну и вот и скорость скорость основная причина что он залазит это скорость то этот полк это трубопровод может наверно проходит но не добывают же здесь газ а речка что мы переезжали кстати-то была лена серьезная такая он тут все очень серьезного вагонов газовых сколько или вот сюда доставляют здесь его отсюда его пить здесь его загружают как вагоны или еще что-нибудь не знаю не могу с уверенностью сказать но что-то что с ним связано и так это точно знающие люди потом подскажут терпение конечно надо по такой дороге ехать надо зато есть время подумать о том о семах делах своих грешных житие мое бытие какое верить житие твое пёс мердящий ты горит посмотри на себя поэтому доедем потихоньку пронести здесь да можно сейчас попытаться разогнаться 5060 за два-три часа пройдешь этот участок но то его знает чет ломается потом стоит колеса крутить каждого свое мы едем так потихоньку не спеша да и машину жалко а так потихонечку чё ей будет ничего ребятки стоят местные с негабаритами на тралах чай бьют может быть он с водой бегает он воду может ходил набирать узнать за водой набрать пристепался с этой водой наберем где-нибудь наберем тем более то что у нас ее нет мне кажется мы потихоньку подъезжаем к тому месту куда мы смогли в 2018 зимой добраться вот сейчас должен быть спуск вернее не должен быть он есть спуск там сломанный мост спускать типа в объезд и потом подъем с поворотом в гору вот его насколько я ну если я не ошибаюсь но по моему нет это место есть его это я не взял не только я его многие не взяли были бы не приспособлены скажем так тогда ни цепей нормальных не было ничего сейчас уже более укомплектованные нет это не этот подъем нет не этот извиняюсь это еще не то место такой же интересное но пока не то здесь с левой стороны должна быть сломанный мост разобраны короче это не здесь мы еще не доехали но тут тоже подъем хороший но это я тогда взял получается да вот он и то может быть и тогда бы поднялся ну просто на цепях на хороших не то порнография что у нас была на хороших цепях и тогда бы поднялся под но видеть этот мост этот разобран здесь разгону не возьмешь и вот там много факторов тогда было то и то есть во первых было вот тебе было тепло где-то минус 8 минус 9 был бы мороз грауса 30 было все совсем по-другому зачем мне так вот громыхать как он тихоньку вот тут все тут не разгонишься и потом он вот он впереди этот затяжной подъем в гору так-то вот когда мост был ты был с моста бы с горы бы разогнался и все а и так вот все здесь здесь вот этот подъем такой видите в эту сторону тоже такой стрёмненький вообще надо очень медленно спускаться назад назад потом отсюда когда мы тут развернулись назад отсюда я здесь вытянул на цепях наверх вышел совсем 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 этот знаменитый место разве разломался да катастрофа просто и и его и разрыли чтобы даже никто и не вздумал по нему ездить вот на тоже туда дровосеки оттуда выползает еще тогда кому-то ехать и все и потом вот видите тут получается отсюда круто в гору очень круто в гору потом вправо потом влево ну и все само собой естественно она зимой здесь конечно поровнее вот это все сравнивается все вот эти вот ямки кочки но никогда его не забуду а еще это значит еще и вот здесь тогда я вышел все вышел 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 и таковский парнишка висел вот здесь вот где этот бордюр заканчивается вот а я висел вот наверное вот конец зоны всех ограничений вот наверное вот вот он точно здесь я знаю что вот здесь мы разворачивались вот в этом вот месте вот сюда мы на этой вот дороге прямо вот сюда вот сталкивали прицепы прицепы задом вот отсюда с горы потому что выйти здесь не получалось ну вот по моему где то вот здесь я висел да да вот здесь красота да и только да железка так проходит среди хребтов тишина тайга подъем эйдер и мы красавцы сидим на этом подъеме уже 13 часов как сидим вот оттуда там спуск самом низу поворот на 90 градусов и начинается подъем вот вот докуда смог до туда выскребся дальше все и назад уже не столкнешь коллега без цепей ну я с цепями сколько метров на 100 больше чем он если по прямой уже немножко слаживать начинает я попытался вернуться бесполезно и сколько тут сидеть на этом подъеме неизвестно он звонил коллега вчера и дорожникам искусским и все проще вам с обеда уже за вчерашнего дня сидит и ну что интересно у меня сейчас билайн 4g здесь показывает видите амига вонь у меня тогда здесь связи не было и вот все потом там с Татарстана паренек Руслан он туда выехал принес одному цепи и еще один и таковский стоял парнишка Кирилл впереди он смог эту горку взять но он ждал друга своего короче они не поехали по итогу Кирилл там развернулся мы сколько раз назад не давали короче ну не получалось у нас туда-сюда на раза четыре пробовал на цепях не вышел и по итогу вот вот в это вот закуток в этот прямо вот здесь тогда зимой с правой руки ну конечно все тут кто-то командовал там туда-сюда пацаны здесь в общем мы тут день тогда потому что поняли что никому мы тут не надо никто нас здесь ничего нам не делал то есть никто не помогал то есть ну никому не было до нас спасение утопающих сделал руку самих утопающих и в общем вот так вот с дороги вот сюда вот задницей загнал прицеп и в ту сторону вышел поднялся на ту гору остановился снял цепи принесли сначала там Кирилл который был потом я и потом вот уже правда не помню как парнишку звали вот он здесь стоял и его здесь эвакуировали отсюда точно так же принес ему цену короче всех троих а по итогу потом этот Руслан он он там не смог подняться вот именно вот здесь вот выйти его лесовозом поднимали и малость помяли ему пытался лесовоз вольву узкую поднять здесь все и понесло его тогда морду вольве вроде он если смотрит ну смотрел раньше сейчас не знаю когда даже переписывались Руслан привет спасибо тебе респект и уважуха когда у тебя единственного были цепи у меня была это порнография такая там подкладочки вот так что вот вот оно это интересное место да вот так вот мы тут и стояли вот тут стоял где габарду заканчивается и таковский командик я вот здесь а так по и вот до сюда тоже тоже третий и четвертый такой хороший подъем здесь если бы не этот ремонт то в принципе может быть и его бы взял тогда во всяком случае парни и ты вот эти на камазах на и таковский они купили цепи они магистральные подошли меняешь петруха на музыке потащил мой процент на двунок а они когда снег снег закончился почистили тут они сами добрались до магистрального на одной ноге без проблем разгрузились и вышли пустые так что еще тут такого страшного нет ну что обход колесиков наших как пожелается надо периодически посматривать скальничек доставать из них если что лампочку надо поменять но не сейчас хорошее подъемчик хорошее место такое весело было зато есть что вспомнить честно сказать я я с великим удовольствием сюда приехал вот еду да дорога вы сами видите какая но еду получаю удовольствие нравится мне такие дикие места но и автобаны тоже нравятся а вот там бам 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 ладно вспомнили поехали дальше вот так кирюху мы вот здесь разворачивали вот он вот сюда он поднялся он вышел туда в этот подъем мы тоже хотели сюда выйти чтобы здесь развернуться но у нас не получилось не хотела она подниматься так что все дальше дальше я ездил только пассажиром на сиденье маза с петруха из хакасии где он что он интересно контакты наши потерялись понятия не имею сейчас то его здесь наверное вряд ли он тут есть обычно он тут сюда сюда на зимник приезжал по зимнику работал сейчас наверное где то у себя там больше я его не встречал ну а мы теперь уже самостоятельно продолжаем дальше потихонечку потихонечку не спеша не торопясь время у нас уже пол первого когда приедем тогда приедем и и и Субтитры подогнал «Симон»